друзья привет и снова я и снова здрасте с очередным обзором новостей за неделю но прежде чем начать обзор напоминаю что не забываем подписываться на наш канал ютьюбе на наш телеграм на наш телеграм-канал если вы собственник или топ-менеджер дилерской компании то приглашаю вас в наш закрытый телеграм-канал ну и естественно что мы постепенно развиваем в к youtube поэтому в принципе ваша поддержка будет не лишней у нас еще из новостей будущего 2 августа проведем круглый стол всем понравилась такая такая концепция такой формат первый круглый стол был в общем про автобизнес теперь будет тематический про сервис так что не пропустите 2 августа в 12.00 стартуем уверен что будет много всего интересного поэтому регистрируйтесь и смотрите как себя все бесплатно безвозмездно то есть да теперь переходим к новостям начну к сожалению с не очень хорошей новости но по крайней я ее считаю сулубо отрицательной это то что у нас происходит законодательным регулированием рекламной деятельности создание единого оператора что на мой взгляд когда государство начинает регулировать исключительно рыночная история ничего хорошего не получается а скорее даже получается очень плохо поэтому я надеюсь очень что законопроект будет кардинально пересмотрен и все-таки мы не будем уж совсем превращаться в монополистическое государство во всех отраслях экономики ну и заодно очень хочу выразить поддержку компания авито да они естественно наши партнеры да они нас поддерживают но я в данном случае выражаю поддержку не потому что авито поддерживает наш проект и и благодаря этому кстати вы в том числе можете смотреть бесплатно все и слушать и читать на потому что я искренне читаю что команда авито делает очень много полезных вещей с точки зрения образования того же самого и то что сейчас вокруг них там какая-то нездоровая шумиха на мой взгляд требует прям требует того чтобы люди которые которым не безразлично высказали свою позицию поддержки компании авито так что ребята я с вами на меня всегда можете рассчитывать ну а сама новость про вот это регулирование заслуживает абсолютный дизлайк надо будет поискать какой-то гневно рыдающий смайлик чтобы ее пометить а ну теперь я проеху к позитивным новостям потому что вы же знаете что я вообще по жизни человек позитив я не не вообще тяжело мыслю негативными категориями и поэтому считаю что всегда нужно искать в чем-то позитив даже если вроде как все тяжело и и и и кажется что ну уже прямо ну совсем хуже не бывает тем не менее нет позитивчики есть и вот первый из них а пусть это первый шаг но производство легковых автомобилей июне в российской федерации достигла 13 тысяч машин да это существенно меньше чем 123 тысячи машин которые были проведены произведены в июне 21 года но это все-таки в три раз три с половиной раза больше чем производство мая но очевидно что здесь и автоваз сыгрался внес свою лепту ну и другие производители посмотрим как будет развиваться дальше ситуация но свете там следующих новостей я уверен что тренд восстановление производства по тем производителям которые готовы в россии работать ну и по нашим собственным он будет позитивный так что до выбора потребителя будет существенно меньше но тем не менее он будет идем дальше следующая новость которую меня мучили на днях журналисты из различных федеральных изданий с просьбой объяснить им суть сделки мне как будто я работаю в концерне фальсваген речь идет о том что фальсваген планирует продать российский завод в калуге компания азия motors это казахстанский завод казахстанская компания кромеет завод по заводы по сборке автомобилей и в том числе имеет лицензию на сборку школ поэтому в принципе но наверное логично выглядит история с переуступкой завода в калуге именно этой компании которые не подсанкционные конечно вызывает вопрос не 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 будет ли следующим шагом со стороны евро чиновников какие-то вторичные санкции потому что пока именно это держит многих вот того чтобы завозить машины в россию да даже и производить то что на некоторые автокомпоненты есть ограничения на вас ну очень посмотрим на самом деле новость интересная посмотрим будем будем запасаемся попорном будем наблюдать чем все закончится если все-таки сделка состоится то можно будет говорить о том что как минимум шкодовский модельный ряд на завод в калуге вернется хотя по слухам volkswagen готов предоставить азия motors лицензию на производство самих volkswagen в общем но пока новость из разряда позитивных но не стабильная потому что пока нет ясности идем дальше значит все про производство пока поговорим горьковский автозавод на две недели прекратил производство автомобилей вроде бы надо было сейчас любителям порыгать вот мы же говорили все плохо но нет как раз не все плохо потому что идет глобальная перестройка под серийное производство новой модели легкого коммерческого автомобиля соболин а там будут монтироваться новые линии сварки проводится работа поршению производства штампованных деталей модернизация красочного там сборочного производства цех по производству новых облегченных мостов в общем глобальная глобальная производственная реорганизация поэтому на фоне того что да завод будет две недели стоять но он воспользуется этой остановкой для того чтобы существенно модернизировать производство поэтому на мой взгляд эта новость позитивная идем дальше опять же про производство и опять же как говорил ранее про то что автоваз будет вносить свою лепту существенное восстановление российского авторынка так вот соответственно автовазе опубликовали проект приказа который подразумевает переход с конца августа на шестидневную рабочую неделю шестидневную то есть если раньше они там вообще останавливались работали три дня в данном случае речь идет о шести дня более того на линии который будет собирать скалеин гранту и ларгус на платформе b0 они будут работать в две смены а соответственно линия которая собирает не вы будет работать в одну смену но тоже шесть дней в общем в принципе новость абсолютно позитивная так что порадуемся за то что российский производитель постепенно справляется с теми проблемами которые у него есть кстати там заодно можно упомянуть о том что назначен новый главный конструктор чек с богатым опытом работы на автовазе и одновременно с очень богатым опытом запуска современных моделей он участвовал в запуске вест и той же самой поэтому в принципе опыт это хорошо опыт работы с иностранными брендами это вдвойне хорошо так что это тоже позитивная новость идем дальше хотел по ерничать но не буду потому что ну в принципе конечно печально что mercedes-benz из-за приостановки поставок россию уже понес издержки в размере почти полтора миллиарда евро и это только начало ну понятно что эти издержки они все равно будут дальше еще и нестись и конечно на полутора миллиардах не это все дело не остановится но это печально новость на самом деле негативная потому что когда какой-то производитель финансово страдает ничего хорошего в этом нет ну не надо было конечно уходить но у них выбора не было поэтому в этом смысле новость негативная идем дальше очень интересное исследование провела компания gd-pao она составила рейтинг удовлетворенности клиентов в китайской народной республике значит что интерес здесь есть несколько интересных вещей первое это то что в премиальном сегменте китайских брендов в первых на первых строках вообще не обнаружено то есть там porsche audi bmw и cadillac это это кстати хорошая для тех кто задумывается из китайских производителей активно развиваться россии и сейчас набирает менеджмент из других иностранных компаний и подбирая дилеров которые работали с другими проектами у вас есть уникальный шанс сделать так чтобы клиенты знали что такое настоящий сервис в дилерском центре ну что давайте не будем греха таить очень многих исторических дилеров дилеров китайских брендов которые по 8 брендов в одном салоне имели понятие что только клиента ориентированность она отсутствует а вот взрослые игроки которые отчасти давайте не будем скрывать вынуждены были пойти сейчас китайцам они конечно могут показать что такое сервис для клиентов поэтому в этом смысле эта новость даже больше не для нас с вами дилеров а для производителей китайских которые работают на российском рынке задуматься что если у них на родном рынке не очень то у них с ней шанс здесь как раз наоборот показать своим материнским компаниям как надо работать ну потому что если мы возьмем массовый сегмент то там лидирует хонда и бью вот за ними правда идет хансю вот но эта марка принадлежит фау но это кстати премиум бренд и об этом чуть чуть позже соответственно есть и и и но то есть та же самая тенденция чуть меньше уже потому что появляется в первой тройке китайский бренд вот но тем не менее все равно на первых местах не китайский бренд а вот еще интересно что они сравнили где сделали отдельный рейтинг где собрали только китайских производителей и вот здесь довольно интересный список потому что на первом месте хансю которая в конце а нет это чуть попозже ну в общем она скоро будет россии об этом поговорим чуть позже второе место черри которая является одним из лидеров российского рынка третье место чинган который присутствует на российском рынке но пока имеет проблемы с поставками вот и на четвертом месте gc у нас его любят называть гаком соответственно который тоже пока не 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 занял там существенную долю на рынке но тем не менее у ребятам планы на рынок есть ну вот так что получается что те кто в россию пришел они-то среди китайских компаний одни из лучших поэтому это тоже хорошо ность позитивная идем далее значит и как раз тут поговорим про китайцев уже я уже говорил о том что и хавейл и черри собираются привести в россию до пяти брендов каждая хавейл привел приводит танк будет второй бренд у черри соответственно они привели идти и вот теперь они приводят gtour как там пока с линейкой из двух автомобилей мне кстати интересно под нее тоже отдельная девушка сетка будет выстраиваться потому что под два автомобиля что-то как-то скудновато для дилера но правда обещают увеличение в общем посмотрим по крайней менее та информация которую у меня была и который вам доводим что хавейл и черри собираются увеличивать количество брендов в россии которые с ними аффилированы ну или им принадлежат и вот оно оно подтверждается и могу сказать что еще два бренда черри с очень высокой вероятностью будет выводить ближайшее время но об этом поговорим чуть позже когда будет уже сто процентов достоверно подтвержденная информация значит и по по поводу хансю как раз который на английском пишется так что вообще прочитать невозможно ну соответственно кстати неправильно хантю не хантю мне тут как раз прислали как функции поэтому все что слышали про функцию до этого это все неправильно говорил функции но да простят меня китайцы потому что ну язык у вас очень сложно ребят поэтому простите так вот концу двадцать второго года функции появляется должно появиться в россии кстати функции переводится красный флаг а и это премиум бренд который и кстати для тех кто не знает функции ну я уже говорил входит корпорацию фау и считается первым автомобильным китайским брендом когда-то очень давно в пятьдесят восьмом году они делали машины для первых лиц государства так что в принципе будем наблюдать еще один китайский производитель с намерением доказать что премиальные бренды китайские существуют выходят в конце года на рынок и это интересно новость в любом случае позитивная но и вы уже наверное привыкли что в конце я обычно как нибудь комичную новость ну или как или хотя бы улыбнуться но я естественно не мог не пройтись о новости от автонюз о том что они инспектировали в очередной раз уже в третий раз воды и о боже гигантские склады новых машин уже опустили вот это да вот это вот представляете какая незадача 30 тысяч машин которые они там насчитали при 30 тысячах машин месяц продажа за два месяца растворились при том что производство было 13 тысяч и и импорт был несуществом хотя и вырос в июне там до 22 миллионов долларов из кореи например то есть самое вы же математику все хорошо надеюсь знаете ну или как минимум у вас есть калькулятор в телефоне вы можете посчитать сколько это автомобили получается ну в общем я бы я бы журналистом автонюз вручил бы какую-нибудь специальную премию за то что сначала не разобравшись устроили какой-то хипиш по поводу того что а вот машин то много на самом деле а теперь такие ой а машин на площадках ну ребят разбирайтесь лучше в теме прежде чем выпускать материал на этом все всем классных выходных увидимся на следующей неделе дважды во вторник 2 августа 12.00 и через пятницу соответственно очередной будет выпуск новостей все всем счастливым